Всем привет! Сегодня у нас распаковка троих посылок с Китая. Начнём, пожалуй. Здесь, я думаю, должен быть вот такой вот дамский органайзер. Упаковка обычный полиэтиленовый пакет. Здесь тоже пакет. Должен быть кошелек органайзер. Материал, как заявляет продавец полиэстер, искусственный. Здесь он вот такой у нас розовый цвет. На сайте продавца представлены цвета этого изделия. Голубой, синий, зеленый, розовый и коричневый. И черный есть еще. Здесь у нас кармашек. Смотрим, что в середине. Вот такой у нас в середине получается органайзер. Здесь вот кармашек. Такой на искусственной сеточке. Вот кармашек. Вот такая вставочка. Вот кармашек. Один, второй, третий. Здесь у нас почти то же самое. Вот один кармашек. Второй, третий, четвертый. Кармашки сделаны по ходу под карточки, под визитки. Такие они не глубокие. Здесь еще один кармашек на молнии. Такой непрозрачный. Большой вот такой кармашек. Ну, как вам сказать. Пошито не очень, конечно, хорошо. Вот видите, вот такие есть стрепы. Как бы не очень аккуратно зарублено. Не очень... Швы не очень ровные. Можно было бы и лучше. Ну, денег он стоит в районе 5 долларов. Ну, как бы, и многовато за такое качество. Но, тем не менее, вот такой у нас получается органайзер. Почта, конечно, его потрепала. Уголки вот позаворачивались. И здесь, и здесь, и здесь. Ну, это уже не к продавцу, это к почте Китая и к нашей почте. Вот такой вот органайзер, кошелек-органайзер. Переходим к следующей посылке. Вот тоже обычный пакет. Будем смотреть, что здесь находится. Так, друзья, здесь у нас получается... О, здесь у нас пришел набор детских автомобилей. Вот он в такой, скажем, вот такой сумочке сделан. Здесь представлено шесть автомобилей. У нас, ну, как бы, с мультфильма, как пишет с детского мультфильма, как пишет продавец. Шесть штуки. Он в таком пластиковом боксе. Значит, для детей от трех лет. Вот такие резины. Так, смотрим. Значит, вот такой у нас получается мусоровоз. Это у нас полиция. Это тоже. Это у нас медицинский автомобиль. пожарники. Это пожарники у нас. И маршрутное такси. Ну, что я вам сказал? На первый взгляд, сборка так себе. Конечно, наклейки даже не ровно поклеены. Так, видите, они даже отклеиваются. на колесиках у нас резинка. Резиновые колесики у нас, чтобы не скользили. Ну, так, автомобильчики так себе. этот бусик почему-то наклон. Пожарные автомобили тоже простенько, мелко. Конечно, все мелкое у нас. Но, тем не менее, лестница у него отгинается. Значит, так. Это у нас мусоровоз. Ну, как бы здесь у меня по столу он скользит. Но, будем надеяться, что так он будет ездить. Скажем. Так. Это у нас скорая помощь. Такая импровизированная. Ну, это как бы герои мультфильма. Но это какой-то китайский мультик, походу. Автомобили на картинке и на фото смотрелись намного лучше, чем они в действительности пришли. Очень маленькие сборка. Тоже так себе на троечку. Недолговечные это автомобильчики. Скажем. Тоже так собрано. это что? Это у нас сборка такая. Если задние колесики нормальные, то передние, извините, вот такое творится у нас за эти шесть автомобилей. Скажем так, ихня цена была около трех долларов со скидкой. Ну, вот за три доллара мы имеем вот такие по 50 центов такие автомобили. Вот такие у нас автомобильчики. вот такой вот сумочки. Скажем так. Дальше, друзья, следующая у нас посылка. Я так думаю, здесь должна быть картина на выкладку. сейчас посмотрим. Упаковано также обычный тонкий полиэтиленовый пакетик. Да, здесь картина на выкладку у нас получается. Картина без упаковки. В других продавцов эти картины были намотаны на круглый материал. Но здесь как бы продавец сэкономил очень. Так просто намотал и все нормально. Вот такая вот картина у нас получается. Икона Святого Николая. Вот набор к этой картине для сборки. в наборе у нас представлен контейнер, ручка и кусочек силикона для того, чтобы мы ручкой брали силикончик и потом кристаллы эти здесь придавливали, чтобы они не отпадали. И чтобы туда можно было их аккуратно собирать. Вот картина. Так, вот это у нас набор стразика ведет. стразиков я вам скажу не первая картина это у меня. Стразов всегда хватает и процентов 20-30 их еще каждый цвет остается. Сборка здесь не сложная. Вот у нас полоса из стразов. Каждый цвет у нас пронумерован. Вот по номерам от 1 до 10. Здесь ошибиться невозможно. Соответственно каждому этому номеру соответствует инструкция на картине. Вот представлены наши номера и соответственно представлены наши цифры и цвета, которые надо будет конкретными цветами вылаживать эту картину мозаику. Скажем так. Картина значит она на смоленой основе здесь. Вот на смоленой основе к которой будут приклеиваться эти стразы. Вот эти наши стразики будут приклеиваться. Здесь идет у нас защитная пленка. Соответственно мы по ходу сборки нашей картины пленка остается. Вот получается такая картина. Далее я уже заказывал наподобие этой картины. вот я могу продемонстрировать что получается после сборки такой картины. Вот у нас скажем картин. А вот после сборки у нас получается вот такая картина. Ребята это та же самая картина но уже собрана в собранном виде. Остается значит для нормального внешнего вида остается у нас подобрать рамочку под стеклом под размер этой картины загнать ее в эту рамочку и пожалуйста вам готовая картина с рамочкой будет. Ну а так она выглядит вот как выглядит она в сыром виде и уже готовая картина как выглядит она собранная. Вот так друзья на сегодня у нас обзор трех посылок завершен до следующих посылок до следующих поступлений из Китая все хорошее